Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвир Фазлива. И сегодня мы расскажем, как в одном из домов на улице Белинского в Казани сын ударил отца ножом. Была вопрочная семья, не припьющая ее это. Покажем мужчину, который, хорошо отметив первый день отпуска, сел за руль служебного автомобиля. Сказать, могу работать, другого нет варианта. И задержание подростков в подозреваемых в кражах из торговых павильонов. Это и не только. Прямо сейчас. Тело дальнобойщика обнаружили сегодня вечером в кабине фуры на складах недалеко от поселка Рэмплер в Казани. Автомобиль загрузили полиэтиленовой крошкой. Больший груз стал выезжать с территории базы и в этот момент стал вилять и съехал с дороги. Охранник подбежал к кабине, увидел лежащего на полу человека и вызвал экстренные службы. Предположительно, 60-летний мужчина скончался в результате тромбоза. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Сообщение о ножевом ранении человека в квартире одного из домов на улице Белинского поступило вечером в экстренные службы. На место тут же прибыли врачи скорой помощи и полицейские. И раненые мужчины, и подозреваемые были на месте. Это отец и сын. Нет, я не пьющие, это хорошая семья. Об этой семье соседи отзываются исключительно положительно. Рассказывают, там живут три человека. 60-летний отец, мать и их 29-летний сын. И сильно удивились, когда одного вывели в наручниках, другого из квартиры вынесли на носилках. Я не знаю, не могу сказать. Благо получено, мне это не пьющие, никогда не пьющие. В этот вечер также все было тихо, если бы не экстренные службы соседи и не узнали бы о произошедшем. Установлено, что между отцом и сыном в состоянии опьянения возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате чего один мужчина нанес ножевое ранение в области бедра другому. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. 29-летний нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку, в ходе которой выяснятся причины конфликта и истинные цели молодого человека, схватившего нож и ударившего им своего отца. И после этого будет ясно, как квалифицировать его действия. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, Вызов 112. Пытался убить конкурента и его жену, и за это предстанет перед судом. Следователи собрали доказательную базу в отношении 38-летнего мужчины. По версии правоохранителей, 21 мая он в состоянии алкогольного опьянения управлял моторной лодкой на реке Кама в Алексеевском районе. С ним были и трое друзей. Увидев стоящую на якоре лодку, а в ней своего 32-летнего конкурента, 42-летней сожительницы, решил их протаранить. Они оба занимались предоставлением услуг любительской спортивной рыбалки. При этом женщина, увидев надвигающееся судно, кричала, что не умеет плавать. До берега было несколько километров, а глубина составляла более 10 метров. Осознавая, что может их убить, мужчина протаранил лодку конкурента. В результате потерпевшему удалось вывернуться, и он доехал до берега. В этот момент обвиняемый нагнал его, перепрыгнул в их лодку и стал душить, угрожая при этом расправой. Однако, заметив, что потерпевший вызывает сотрудников полиции, скрылся. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине приявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, общеопасным способом мышления уничтожения чужого имущества и угрозе убийством. 46-летний водитель иномарки погиб в Мензелинском районе. На трассе М7 недалеко от поселка Аю столкнулись Хонда и Субару. Как установили автоинспекторы, 35-летний водитель Субару выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Хонды, которая после удара прокинулась на крышу. Ее водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии и его пассажир госпитализированы. Водителя Лады Веста с признаками сильнейшего алкогольного опьянения остановили автоинспекторы на улице Грачинное в казанском поселке Вознесенское. Он не стал отказываться и сразу признался, что пил перед тем, как сесть за руль. Впрочем, скрыть состояние опьянения было непросто. Отпуск в первый день. Выпил-то сколько? Грамм 200. Повод выпить, рассказывает 48-летний мужчина, был весомый. Отмечал начало отпуска. Ехал домой. Осталось совсем немного, когда Ладу Веста, за рулем которой находился мужчина, на улице Грачинное в поселке Вознесенское остановили автоинспекторы. Откуда ехал? Мой малыш. У мужчины имелись явные признаки опьянения. И автоинспекторы предложили ему пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. В присутствии двух моментов, задаем вопрос, согласны ли вы пройти освидетельствование о состоянии алкогольного опьянения прибором алкотектора. Согласны. Но сделать выдох в алкотектора у мужчины получилось не сразу. И с трудом. Еще, еще, еще. Не прерывай, я надо думать. Продолжительный выдох. Я скажу, когда нужно будет остановиться. Хорошо? Ну, берите в легкие. Не надо сильно, надо равномерно. Не сильно и не слабо. Дуй, 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 дуй. Так, результат свидетельствования составил 0,972 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Состояние алкогольного опьянения установлено. В случившемся никого не винит. Но вот к самому себе у него теперь много вопросов. Не страшно самому? Страшно, не страшно. Что такое, что? До ***. 50-летний до ***. Там был бы 20-30, 50 лет. Прекрасно понимает, что с этого момента его жизнь поменялась. Хоть и трудится не водителем, но осознает, что теперь придется искать другую работу. Он попался нетрезвым за рулем служебного автомобиля, который оформлен на организацию. Не без страха, не заработаю. Валяк. Однозначно. Искать новую работу. Другого нет варианта. Все страшно, однозначно. Ну, на ***. Первый раз так? Да. С результатами экспресс-теста мужчина не согласился и захотел поехать в больницу на медицинское освидетельствование. Если там установят состояние опьянения, то ответить за эту поездку предстоит и должна с новому лицу, выпустившего мужчину в рейс и самой организации, которой принадлежит автомобиль. Механику предусмотрен штраф в 20 тысяч рублей, а юридическому лицу надо будет выплатить 100 тысяч. Лишиться прав и заплатить штраф в 30 тысяч самому водителю придется в любом случае. Для Рысупова Дарья Кореева. Вызов 112. Лада 14-й модели и Volkswagen Polo лоб в лоб столкнулись в центре перекрестка улиц Залесная и Осиновская. Удар был очень сильный. Оба автомобиля после столкновения были уже не на ходу. Чтобы разбитые машины не мешали движению, к краю проезжей части их пришлось толкать. Как рассказали водители, они ехали навстречу друг другу. В аварии никто не пострадал. Мало того, прибывшим автоинспектором водители заявили, что претензий друг к другу не имеют. Сегодня днем на улице Баттершина под автобус попал 50-летний мужчина. Он выскочил на проезжую часть прямо перед общественным транспортом. Водитель остановить многотонную машину моментально не смог и избил человека. Камера наблюдения зафиксировала, что незадолго до наезда мужчина с признаками опьянения ходил по проезжей части, невзирая на едущий там транспорт. Затем встал на обочине и сделал шаг прямо перед автобусом. Пострадавшего госпитализировали с отчетанными травмами. Закрыты травмы грудной клетки, пневмотораксом, переломом ребер и позвонков и травматическим шоком. В отношении водителя сейчас проводится проверка, а в отношении пешехода возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Двух молодых людей, одному из них всего 15 лет, задержали в Казани по подозрению в кражах из торговых точек. Полицейские установили, злоумышленники проникали внутрь магазинов по ночам. Брали все, что попадалось на глаза. Деньги, электронные сигареты, жвачки, плюшевых медведей, салюты и многое другое. Общий ущерб, причиненный торговым точкам, порядка 80 тысяч рублей. Одному из задержанных 15 лет, второму 18. Каждый раз, когда шли на кражу, они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в торговых точках, в которые они проникали. Вот один из таких моментов ребята выносят из торгового павильона плюшевых медведей. То, что в полиции они хорошо известны, молодых людей не останавливало. Сотрудники по делам несовершеннолетних в разное время неоднократно проводили с ними профилактические мероприятия. Старший из фигурантов с марта месяца текущего года находился на профилактическом учете за совершение антиобщественных действий. Все кражи они совершали по ночам. Брали все, что попадалось на глаза. Деньги, электронные сигареты, салюты, мягкие игрушки и даже жвачки. Один из павильонов, в который они незаконно проникли, находился в московском районе Казани. Еще один в авиастроительном. Всего в полицию с заявлениями о краже обратились представители трех торговых точек. Сумма причиненного им ущерба составила порядка 80 тысяч рублей. По всем заявлениям, следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Личность подозреваемых установили быстро, их тут же задержали. Свою вину молодые люди полностью признали. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Если их вина будет доказана, им грозит до двух лет реального лишения свободы. Сирина Васильевна, Вся Минязова, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет. Продолжение следует... Продолжение следует...